В культурно-просветительском центре Люберец прошёл второй этап конкурса «Супер бабушка с дедушкой рядышком». Парам предстояло пройти творческие испытания. За выступлениями конкурсантов наблюдал Богдан Колесников. Свои таланты на суд жюри и зрителей представят восемь люберецких пар. Конкурсанты волнуются. Многие выйдут на сцену впервые. Они к этому конкурсу очень готовились. Сегодня пары. У каждого свой номер, своя история, история своей семьи. Я хочу всем пожелать, самое главное, даже не победа, но чтобы они раскрылись так, чтобы нам эти номера творческие запомнились надолго. Они поют, танцуют, читают стихи и басни. Благодаря этому конкурсу семейные пары открыли в себе новые таланты и окунулись в молодость. Добрый вечер! Незнакомым, незнакомым! Добрый вечер! Добрый вечер! У Василия Ефремова и Татьяны Лаврухиной трое детей и трое внуков. Татьяна Петровна – культработник. Василий Владимирович долгие годы работал в Министерстве иностранных дел. Здесь все какие красивые, все какие азартные. Говорят, здесь дедушка-бабушка, но здесь далеко еще до дедушек, до бабушек. Все молодые, энергичные. Жизнь бурлит. Мне нравится. Нам тоже нравится. Если моему дедушке нравится, значит и бабушке нравится. Пока одни выступают на сцене, другие готовятся к выходу. Татьяна Понятова и Николай Денисов подготовили музыкально-поэтический номер. Когда мы были в нашем кассессоре, нам предложили, не хотите ли принять участие. Мы согласились, довольны, что мы участвуем. Вот уже прошел спортивный конкурс. Мы хорошо там выступили. При всем том, что мой супруг, кстати, старше всех. Мне 84 года. Я полночаил, и мы будем бороться. Здорово! Очень приятно и хорошо. Пары замечательно выступили. Эмоции только положительные. Вот здесь, понимаете, здесь нет людей преклонного возраста. Здесь молодые, зажигательные люди. Полные огня в душе, полное к стремлению. Им победа огромная, удачи. И вот здесь только активно молодеть. Заключительный этап конкурса – дефиле – проведут в конце августа. Пару победителя назовут в день рождения Люберец. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...